Добрый вечер, и мы опять-таки подводим итоги очередной недели, говорим о нашем городском хозяйстве. Завершилось лето в Одессе, начались первые осенние дни, сентябрь месяц, дети пошли в школу, и в Одессе прошел день города. Действительно, это было очень значимое событие, действительно, был очень яркий концерт, очень яркий сам день города, было много гостей, как и жителей города на этом мероприятии, и хотелось бы сказать, как и по части подготовки к самому дню города, так и уже утром, по результатам дня города, Одесса была в полном порядке. Улицы были чистые, места массовых мероприятий были убраны, и никаких остатков и последствий ночной активной жизни на утро уже не осталось. Город действительно был убран. Развивая эту тему, хотелось бы вернуться к теме мусора. К теме мусора, особенно, что касается исторической части города, так как его генерируется здесь особенно много. В туристический сезон, как мы уже говорили, отдыхающих и туристов в этом году было действительно много, и особенно это коснулось центра города. Так вот, мы и дальше идем по пути установки мусорных подземных контейнеров. Подобные конструкции сейчас устанавливаются на улице Гоголя, на улице Театральной и еще несколько локаций в центре города. Также там, где нет возможности установить подземные контейнера, мы устанавливаем эко-боксы. То есть наша задача, чтобы до конца года на фасадах наших улиц не было этих старых разбитых мусорных контейнеров, которые действительно портят вид нашего города. Еще раз это повторюсь, на всех фасадах будут либо мусорные подземные контейнера, либо эко-боксы, в которых будут запрятаны те самые контейнера. И также это подводя итоги ушедшего лета, хотелось бы это сказать, что в этом году в Одессе было достаточно много стихий. Были как снежные заносы, так и ливневые, и залповые дожди летом. И действительно, это последний залповый ливень показал, что когда за 5 часов выпадает в городе больше, чем 2-месячные нормы осадков, то никакая система ввода, а отведения с этим не в состоянии справиться. Поэтому сейчас мы это работаем над тем, что разрабатываем карту подтоплений в городе, делаем это расчеты, с учетом того, при каком количестве осадков, где в городе появляются места подтоплений, чтобы уже анализировая это, мы могли это понимать, это помимо ливневой канализации, какую еще дополнительную технику нам необходимо закупить и в каком количестве, чтобы вовремя бороться с этим явлением, чтобы как можно быстрее откачивать и вывозить воду с улиц нашего города. Так что уже в этом месяце мы получим эти результаты аналитической работы, мы будем четко понимать это, какое количество и какой техники нам необходимо. Хотелось бы отметить, что это будут многофункциональные машины, которые смогут бороться как с результатами залповых ливневых дождей и подтоплений в городе, так и зимой со снежными заносами. На сегодня, наверное, все. Через неделю обсуждаем наиболее важные темы городского хозяйства. До новых встреч!